СТАВКИ НА СПОР! 1ХП! БОЛЬШИЕ ВЫГРЫШИ! 1ХП! БЫСТРЫЕ ВЫПЛАТЫ! 1ХП! НАДЁЖНЫЙ БУКМЕКЕР! 1ХП! 1ХП! БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ Всем привет, с вами Аурум, и ребят, сразу хочу сказать, что вот этой шляпой под названием Королевские рекруты начали играть до моего видео. Я прям официально заявляю, потому как в своё время мне запилил видос про элиту, и после него все начали говорить «Фу, это Аурум виноват, что все катают элиты, и нас нагибают, и прочее, прочее». Поэтому для того, чтобы мы сразу перешли к делу, хочу просто показать, на что превратился лог Виталий. Это CrySoul, да? Вот я сегодня хотел запилить просто видос о том, что вот королевские рекруты есть, мы их помещаем в какую-нибудь колоду. В данном случае это Три Мушкетёра и Королевские рекруты. Обе дорогие карты, но колода крайне интересная, ей можно тащить, можно, и так далее, и тому подобное. Но, что с этого получилось? С этого получилось, что Виталия мне прямо сказал, что это имба. Это новые элитные варвары. Это элитные варвары 2.0. Поэтому тот, кто уже отгребал от этой шляпы, ставьте этому видео палец вверх. В доказательство, точнее, в аргументацию, да? Потому как я фактически не могу 100% с уверенностью сказать, ибо я самими еще толком не катал. Но то, что говорит вот CrySoul, это вот такой вот факт. Значит, CrySoul у нас слева, вот они, королевские рекруты. Справа у нас его соперники, и смотрим, точнее, считаем, да? У нас раз, два, три, четыре колоды подряд, пять колод подряд, лол. Шесть колод, семь, восемь, минус одна, значит, из десяти восемь. Из одиннадцати девять, из двенадцати десять. Из двенадцати каток, ну вот тринадцатое, да, хорошо. Из тринадцати поединков, которые провел Виталя в одном гранде, один поединок он проиграл, мы видим десять колод с этими чуваками. И это гранд, ребятки. И это еще эти все ребята, которые играют королевскими рекрутами, они не вкачали для глобала их, да? Потому как это команка, то есть для того, чтобы вкачать, нужно по-любому двенадцатый, тринадцатый левел, для того, чтобы в легендарной лиге и выше там играть хорошо, то нужна команка двенадцать, ну, лучше тринадцатого уровня. Они везде! Они просто заполонили эту планету! Ну и давайте посмотрим, как же, что это вообще, и что с ними сделать, и... Ладно, давайте смотреть. Сразу хочу предупредить, что я не буду показывать катки, где рекруты просто разрывают пуканы соперникам на 3-0 и так далее. Ну, потому как, поверьте на слово, тот, кто не умеет играть против королевских рекрутов на данный момент, тот может проигрывать и в 3-0. Такова сейчас реальность. Сейчас же мы смотрим поединок за двенадцать побед Крайсоло, то есть максимально сильный соперник, и вуаля, у него есть рекруты. Он выпускает их из-за башни короля, и суть рекрутов такова, примерно такова, какой была и суть когда-то элитных варваров. Повторяюсь, когда-то, потому как сейчас дела с элитными варварами обстоят абсолютно по-другому. В чем же тогда была суть, когда они только появились? Дело все в том, что их могли контрить только элитные варвары. То есть самый эффективный, самый эффективный деф от элитных варваров тогда, это элитные варвары. Все остальное, в принципе, было не настолько сильно эффективно. Сейчас, по сути, элитные варвары дефаются за меньший эликсир, чем они стоят. Поэтому, ну, просто такой миф остался, это такой тренд остался, да, что мы все гоним на элитных варваров, но по факту они никчемные. Особенно 4К плюс кубасов, это просто никчемная карта. В данном же случае все примерно то же самое. То есть для того, чтобы законтрить королевских рекрутов, точнее задефать королевских рекрутов, нужно прям реально постараться, либо же использовать королевских рекрутов. Поэтому сейчас абсолютно, блин, во всех колодах, ну, вы видели, да, из 13 каток, точнее вот из 12 даже последних каток, 10 имеют эту карту. Это первая дисбалансная карта за, блин, за очень долгое время, потому как, если вспомнить последние карты, которые у нас появлялись, и бочка варваров, и, я не знаю, что там еще, ну, типа, очень много карт, которые появились последние, и кабаны вот эти, да, то есть никто ими не играет. Снежок, вспомните. Поначалу казалось, вот, сейчас будет круто, и даже якобы нами играл, и казалось, вау, прикольно, офигенно, классно. Но на деле, в итоге, они не могли стать ни в одну колоду, потому как они не заменяют основных карт. Здесь же дела обстоят абсолютно другому, и, конечно же, сейчас есть короткий промежуток времени, в котором вы можете пофаниться, но уже скоро, я просто вангую, уже скоро на эту карту будут очень сильно гнать, и разработчики очень скоро их пофиксят, потому как, ну, в таком большом количестве колоды, это просто жесть. Ну, и сами видите, что происходит, да, то есть на рекрутов CrySoul, Twice, его соперник, тоже бросает рекрутов, то есть вот в таком все ключе и происходит. Дальше здесь мы видим, что еще есть шарик, то есть просто какая-то дичь. Этих рекрутов засовывают прям во все колоды, то есть неважно, вот вроде бы у чувака, воздушная колода, это пламенный дракон, это шарик, ну, он туда и рекрутов захерячил, и у него там и разбойники есть, да, то есть абсолютно по барабану рекруты сейчас, мне кажется, станут в любые колоды. Вот будете видеть гончу, все равно там будут рекруты. И во, вот это прям красиво, это просто невероятно классно, мне кажется, единственное, что некоторые телефоны такого количества юнитов на карте могут вообще не выдерживать. размены прям дичайшие, и вот сейчас, Виталя, кажись, да, он берет эту коронку, было очень потно, еще раз повторюсь, на три короны я показывать поединки не буду, ибо это бессмысленно. Вообще, как это ни странно, я уже в начале видео говорил, что так происходит, но это реально превращается в какую-то метадеку, то есть рекруты плюс три мушкетера действительно становятся метадекой в, ну, пока только в испытаниях, да, пока только в грандах. Но я думаю, опять же, когда в глобале полностью ребятки прокачают свои карты, мы это тоже увидим. Мне кажется, разработчики должны действовать мгновенно, они даже не должны давать раскачиваться подобному фигню, потому что это имба. Имба — это имбаланс, да, то есть это несбалансированная карта, реально несбалансированная карта. Сейчас это точно факт, ибо та карта, которая становится, блядь, в 10 из 13 колод, она точно несбалансированная. То есть здесь инфа просто сотка, и тут даже гадать нечего. Ну да ладно, сейчас мы смотрим поединок похожих колод, ну, похожих по смыслу, потому как и там, и там есть три мушкетера, и там, и там есть рекруты, и там, и там есть, и там, и там, и там, и там есть шахтер. И вот сейчас та ситуация, когда целых четыре рекрута сместились вправо, иногда бывает, что и пять могут сместиться, и тогда это вообще большие проблемы, потому что нужно тратить очень много эликсира. Ребят, хочу еще также сделать поправку, что, возможно, просто очень мало времени прошло после того, как появились рекруты, и со временем все адаптируются, и смогут придумать какую-то хорошую защиту и хорошее противостояние этой карте. Но пока, пока это вообще никак не получается, да, то есть сейчас мы видим одну и ту же ситуацию, что, блин, ну вот, если кто-то юзает рекрутов, в ответ нужно тоже юзать рекрутов, и это единственный шанс как-то задефаться. Еще самая большая проблема, естественно, заключается в том, что они сплитятся, да, и, блин, вот если по одной стороне кто-то идет, как дефать другую? То есть, если раньше мы трех мушкетеров там разделяли, если мы притч-спамом играли, тоже сплитили постоянно все карты, то там еще было понятно. Здесь же даже сплитить ничего не надо, мы просто их выпускаем как угодно, мы просто по-другому выпустить-то их не можем. И в этом основные трудности и заключаются. Вот насколько потная каточка сейчас происходит. Три мушкетера, соперник выбросил теперь с одной стороны, и ждет он рекрутов. Хорошая игра, пишет соперник. В то же время, Виталий нечем сейчас вот так прямо задефаться от трех мушкетеров, поэтому его три мушкетера тоже там выходят, и это прям какая-то параллельная вселенная, когда из-за башни короля выпускают трех мушкетеров, но при этом их не сплитят. То есть, прям... И вообще, вот сейчас, после ввода в игру рекрутов, карт как-то стало очень много. Их реально, вот, блин, у меня в глазах рябит от количества карт сейчас на поле. Я... Ну, с одной стороны, это прикольно, с другой стороны, я понимаю, что это ненормально, и разработчики на это никак... Ну, я думаю, что они это никак не планировали. Еще момент, что... Кто у них вообще работает тестерами? Как можно выпустить настолько имбалансную карту в 2018 году? Все понятно с элитными варварами, но как сейчас, я не знаю. Еще один момент, хотелось бы повторить мое предположение, что некоторые карты очень сложно сделать либо... Либо так, чтобы... Вот, знаете, у некоторых картах есть проблема, что либо они слишком имбовые, либо ими никто вообще не играет. Давайте еще под конец посмотрим какой-то прям... Вот разрыв какой-то, например, 3-2. Я все-таки говорил, что мы не будем показывать это, да? Ну, точнее, мы не будем смотреть это. Но давайте все-таки посмотрим, я вам покажу, потому как... Ну, в быстреньком темпе, потому как, ну... Я не знаю, у меня нет слов одни эмоции. Короче, поэтому у некоторых карт, которые вот выпускают Supercell, есть одна проблема, что либо они слишком имбовые, либо их никто не юзает. И вот эту грань соблюсти, чтобы карта... Карта была средних характеристик и была максимально сбалансирована, это довольно сложно. Кстати, в данном случае мы смотрим, вот у Грайсову минус башня уже. Насколько, блин, мне кажется, ему должно быть тяжело сейчас играть, но... Я вообще не понял, что происходит. Минус две башни? Что за фигня? Этот поединок не должен был быть таким. Я, может, не на тот клацнул. Как это? У него минус две башни. У него минус две башни. Окей, он сплитит три мушкетера. Что дальше пойдет? У человека сверху интернет пропадет. Вау! Блядь, это какой-то фан-поединок! Лол! Это как-то... Мне... Это вообще Clash Royale мне какую-то другую игру напоминает. Лол! Офигеть! А ну-ка! Да, соперник еще дефается! Что? Что вообще? Что, блядь, происходит? Что за... Это какие-то фан-поединки, но это явно... Это... Это же... Это испытание, это грант. Минус две башни! Минус... Офигеть вообще! Я даже... Я не могу понять, как это комментировать. Короче, потерял две башни CrySoul, теперь он еще дефается, теперь сейчас еще пойдет две башни соперника забирать, и в итоге... В итоге... В итоге... Вы же видели счет. 3-2 CrySoul победил, поэтому интриги здесь не может быть никакой, но каким образом соперник ему позволил это сделать, я не особо понимаю. По-моему, этот видос просто вообще сам по себе заслуживает отдельного видео. Короче, я просто... Я просто в шоке. Ребят, пишите свое мнение по поводу рекрута в комментарии. Думаете ли вы, что это реально имба, либо же я это как-то преувеличиваю, и со временем все-таки найдется какая-то... Даже без изменения баланса, да, даже без того, что их порежут, найдется какой-то деф нормальный от них, да. Может всякое. Может... Может это второй день, опять же, второй день вот испытания. О, испытание реально еще не закончилось. Ну, пишите свое мнение, короче, в комментариях. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачки, ребят.